Добрый вечер! В прямом эфире вы смотрите информационную программу «Факты». Далее расскажем о главных событиях этого дня. 50 лет экономического успеха нашего региона. В полувековой юбилей комфортного делового климата в регионе Вениамин Кондратьев поздравил с профессиональным праздником сотрудников торгово-промышленной палаты «Края». На пятой кирпичине стояла вода. А сейчас глубина какая? Ну, сейчас вот я мерил 8 метров. 8 метров? И воды нету? Ну, на донышке. Без нее нет ни добычи, ни тренировок, ни полноценного отдыха. Местные жители Тимашевского района разрабатывают план по спасению реки. Если посчитать стоимость льготного билета, он должен стоить 560 рублей. Льготы кончились или выгода все же осталась? Во сколько теперь обойдется пенсионерам, ветеранам и инвалидам безлимитный проезд на общественном транспорте Кубани? Расскажем. А если захочется сделать что-то своими руками, вас ждет мастер-класс по традиционной вепской кукле. Искусство без границ. На одну ночь. Жители и гости Краснодара не строят планы на воскресный вечер, потому что уже знают, где его провести. Сильный штормовой ветер накрыл Анапу, Геленджик и Новороссийск. Из-за непогоды в городе Героя введен режим повышенной готовности экстренных служб. В каждом округе развернут штаб по предупреждению ЧАЭС. Буря повалило дерево, оно упало на пешеходную дорожку. К счастью, никто не пострадал. По прогнозам синоптиков, ветер будет только усиливаться. Его порывы достигнут 27 метров в секунду. Предстоящие выходные не порадуют погода, и жители всего края среднесуточные температуры будут понижаться. В отдельных районах ночью до минус 7, в горах пойдет снег. Однако надолго он не задержится. Бабье лето вернется на Кубань уже 4 ноября. С понедельника температуры начнут повышаться. К середине недели в Краснодаре прогнозируют до 22 тепла. Очень радует, что погода только поспособствует предстоящему празднованию Дня народного единства. К нему готовятся не только жители края, но и правоохранители. Уже завтра вечером личный состав полиции переведут в режим повышенной готовности. Перед началом торжеств к сотрудникам Росгвардии, военнослужащим и курсантам подключатся инженеры и кинологи. Стражи порядка будут работать на всех концертах и акциях, а их на Кубани ожидается свыше 500. В обеспечении охраны общественного порядка задействовано свыше полутора тысяч сотрудников органов внутренних дел, сотрудники Росгвардии. Более 700 представителей народных дружин, в том числе казачества. В обязательном порядке сформирован резерв на случай осложнения оперативной обстановки. В праздничной дате в краевой столице посвятили творческий вечер чаепития у рояля. Оно пройдет в воскресенье в муниципальном концертном зале. А 4 ноября уже с полудня на улице Красной откроются развлекательные площадки. В историческом парке «Россия. Моя история» покажут документальный фильм о династии Романовых. А главные торжества развернутся на Пушкинской площади. С четырех часов работу начнет ярмарка продовольственных товаров, где будут угощать блюдами разных кухонь мира. Завершит День народного единства в Краснодаре большой концерт и фейерверк. Движемся далее. Укрепляют деловые связи и привлекают инвестиции. Уже полвека, 50-летие, отмечает региональная торгово-промышленная палата. Работников объединения с юбилеем организации поздравили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и спикер Кубанского парламента Юрий Бурлачко. Торжества проходили сегодня в Краснодарской филармонии. Глава Кубани отметил весомый вклад палаты в создание благоприятного делового климата в регионе. 50 лет торгово-промышленной палате края. 50 лет экономического успеха нашего региона. 50 лет совместной работы торгово-промышленной палаты с органами власти. Создание экономики нашего региона, порой в непростых условиях, не только для Кубани, для всей страны. Создание экономических предпосылок для сегодняшней успешной экономики и ее развития. Это ваша заслуга. Спасибо вам за совместное успех. Хочу отметить участие торгово-промышленной палаты в законотворческом процессе. Между законодательным собранием Краснодарского края и ТПП сложились конструктивные рабочие взаимоотношения. Торгово-промышленная палата обладает правом законодательной инициативы. И при этом хочу отметить, что это единственная торгово-промышленная палата в Российской Федерации, которая имеет такое право. Региональная торгово-промышленная палата появилась в 60-е годы прошлого века как отделение всесоюзного объединения. Именно тогда предприятия Кубани стали выходить на международный рынок. За 50 лет Краснодарский союз ТПП стал образцом для коллег из других субъектов. На Кубань приезжает перенимать опыт. Первая палата, которая решила создать сеть муниципальных торгово-промышленных палат. Но дело даже не в сети. Сама идея максимально приблизить торгово-промышленные палаты к бизнесу, так чтобы работать на территории всего субъекта Федерации, знаете, во многом наши коллеги и вчера, и сегодня, и на протяжении этих лет брали пример с Краснодарской палаты с точки зрения выстраивания своих отношений с администрацией региона, с законодательным собранием. При поддержке объединения бизнесмены обмениваются опытом, участвуют в конференциях. Региональная палата стояла у истоков создания крупных деловых площадок в крае, инвестиционного форума в Сочи, кубанской ярмарке, которые стали важнейшими бизнес-событиями в России. При активной поддержке торгово-промышленные палаты в прошлом году края привлек в экономику нашего региона 1,2 миллиарда долларов иностранных инвестиций. Задумайтесь, это огромная сумма. Сегодня торгово-промышленная палата – это одна из площадок, где встречается власть и бизнес, где обсуждаются проблемы бизнеса напрямую, без посредников, в том числе создание условий для развития бизнеса. Это принципиально важно и для бизнеса, и для власти. Потому что если мы говорим о развитии экономики, то мы должны создавать условия для развития экономики. Но из кабинетов в административных зданиях эти условия создать невозможно. Нужно максимально опираться на те и общественные организации, и в том числе торгово-промышленную палату, которая ощущает, чувствует проблематику бизнеса, которая чувствует температуру сегодня и в обществе, и в бизнес-среде. Сегодня в составе регионального союза торгово-промышленной палаты 35 представительств в городах и районах края. Она объединяет больше 5000 предприятий, известные бренды и небольшие производства. К солидной дате приурочили встречу президента торгово-промышленной палаты России с победителями краевого конкурса проектов под патронатом ТПП Краснодарского края. В преддверии юбилея эксперты выбрали 50 компаний региона, которые показали наибольшие достижения в разных сферах. От розничной торговли до строительства домов и производства сельхозоборудования. Данный конкурс проводился по довольно-таки широким критериям. То есть это как и объемы производства, продаж, это как экономические показатели, так и показатели предприятия с точки зрения социального развития, как региона, предприятия, так и квалифицированность персонала, руководителей. То есть отбор данный конкурс шел достаточно серьезный. Мы со своей стороны обязательства взяли их сопровождать и помогать всячески им в развитии бизнеса, в развитии экономики предприятий для того, чтобы выйти, во-первых, и на внутренние рынки, и на внешние рынки, используя всю систему торгово-промышленных палат и региональных, и зарубежных представительств. Сегодня в Краевую палату входят ведущие представители делового сообщества региона от небольшого частного бизнеса до промышленных предприятий федерального значения. ТПП Краснодарского края – одна из старейших в России. Ее работа неразрывно связана с развитием экономики Кубани. Благодаря Краевой палате Кубань ежегодно представляет свой инвестиционный потенциал на федеральном уровне. А фермерам региона сотрудники объединения всегда готовы помочь в открытии своего дела. На Кубани завершили уборку винограда. В этом году в регионе получили урожай более 212 тысяч тонн ягоды. Самые внушительные объемы показали в Темрюкском, Крымском районах, Анапе, Геленджике и Новороссийске. В среднем в крае с одного гектара собирали по 100 центнеров винограда. Губернатор региона отметил, что уже через две недели на Кубани приступят к высадке новых саженцев. Выращивание винограда – это сложный и кропотливый труд, который нуждается в поддержке и прежде всего финансовой. Чтобы виноградари могли увеличивать площадь насаждения, только в этом году на закладку молодых виноградников и питомниководства мы выделяем более 850 миллионов рублей. Благодаря этому мы можем наращивать производство качественного кубанского вина, которое все больше пользуется спросом не только на российском, но и на международном рынке. Только с начала года кубанские предприятия выпустили больше 17 миллионов декалитров винодельческой продукции. Это почти на 7% больше прошлогодних показателей. Предварительные итоги года подводят в строительные отрасли. Сегодня в Краснодаре говорили о возведении социальных и спортивных объектов на Кубани. В 2019-м на 50 зданий выделили более 5 миллиардов рублей по федеральным и краевым программам. Как осваивают средства в районах, проверил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко во время селекторного совещания. Многие муниципалитеты уже сдали школы и детские сады в эксплуатацию, но некоторые затягивают сроки. Подробнее расскажет Алина Сорокина. Совещания по строительству соцобъектов проходят в крае регулярно. Каждая школа, детский сад и спорткомплекс на особом контроле. Они входят в реализацию нацпроектов и допустить срывы и долгострои нельзя. Уже введена в эксплуатацию и приобретены всего 12 объектов. Четыре школы в Денском, Приморско-Ахтарском районе, два объекта в Сочи, четыре объекта спортивного в Белоглинском, Белореченском, Красноармейском районе в городе Армавире. До конца года осталось ровно два месяца. Конечно, во многих районах успеют вовремя сдать объекты. На участках наращивают темпы строительства, увеличивают число рабочих и заводят дополнительную технику. Но некоторые муниципалитеты не укладываются в сроки. Например, в Анапе опаздывают с детским садом и школой. Но мы же тоже заинтересованы, тоже построить эту школу и садик. Юрий Федорович, вы заинтересованы. Ваш заместитель не заинтересован. Он даже не приезжает на совещание. У вас человек, который в образовании работает, в стройке понимает больше, чем профильный зам. Так зачем он нужен? Зачем нужен человек, который не понимает в той сфере, которую курирует? Для чего? Он даже организовать работу не может. Да, понимаю. Проблемы не только в Анапе. Пытаются попасть в календарные даты и в Новороссийске, Краснодаре, Денском, Северском, Лобинском и других районах. Ответственность за социальные объекты несут главы муниципалитетов. Подписывая контракты, руководители берут на себя обязательство, что деньги, выделенные краем, будут освоены вовремя. Поэтому надо выбирать надежных застройщиков и подрядчиков. Я обращаю еще раз внимание всех глав муниципальных образований на вашу ответственность и безукоризненное выполнение, обязательное выполнение поручений губернатора. А нацпроект – это задача, которая поставлена президентом. Если кто-то думает, что он может корректировать планы руководства страны, может, просто не думает, может, просто не осознает, что это планы руководства страны, то он глубоко ошибся. И последствия будут очень жесткие. Это вопрос и ответственность в том числе подрядных организаций. Также Андрей Алексеенко поручил главам Крымского и Темрюкского районов активнее решать вопросы, связанные со строительством крупных объектов водоснабжения, чтобы западные части края могли забыть о бытовых проблемах. Алина Сорокина, Артем Лычко, Кубань-24, Краснодар. Движемся далее. Река Кирпили стремительно мелеет. В Тимошевском районе падение уровня воды достигло критической отметки. Местные жители бьют тревогу, но помочь реке они не в силах. О том, что делать и когда придет подмога, узнал Иван Алексеенко. Река Кирпили – главная водная артерия Тимошевского района. Два года назад жители станицы Роговской заметили снижение береговой линии. А сейчас река местами пересохла полностью. Примерно вот такой уровень был, постоянный. А потом падал, и вот примерно вот такой, постоянный, вот такой уровень воды был летом. В 2018-м жители попросили помочь реке администрацию Тимошевского района. Местные чиновники собрали пакет документов и отправили в Министерство природных ресурсов края. Но тогда решить проблему не получилось. Река Кирпили является государственной собственностью Российской Федерации. И все действия происходят через Министерство природных ресурсов Краснодарского края. То есть мы не можем самостоятельно выделять денежные средства. В прошлом году не нашлось подходящей госпрограммы для решения речных вопросов. В 2019-м попробовали еще раз. В сентябре районные специалисты провели повторные экспертизы и снова отправили результаты в Краснодар. И теперь ждут комиссию с краевого министерства. Эксперты должны установить причины и способы решения проблемы. Обмеление реки Кирпили связано с рядом причин, в том числе небольшим количеством осадков. В летний период высокими температурами, опять-таки в летний период, а также антропогенным воздействием. Река Кирпили подпитывается дождевой и грунтовыми водами. В этом году стало меньше не только осадков. Пропали и родники. Жители Роговской отмечают, что засуха даже в колодцах. Какой уровень был тогда? Тогда, когда его выкопали, он заполнился. Ну, четыре. На пятой кирпичине стояла вода. А сейчас глубина какая? Ну, сейчас вот я мерил 8 метров. 8 метров. И воды нету? Ну, на донышке. Но по информации отдела охраны водных объектов Минприроды края, колодцы пересохли не везде, да и это не показатель для реки. Одна из главных причин ее обмеления – заеливание дна из-за работы водозаборов. Дамбы замедляют течение реки, поэтому оседает больше песка. На один километр приходится почти два таких сооружения. Их также винят местные жители. Правда, есть и другое мнение. Дамба – регулятор уровня воды в каждом отдельно стоящем, отведенном для этого водоеме. То есть они сейчас на данном этапе, они сейчас определенную положительную роль играют. Хоть там вода есть, хоть там рыба есть. Обмеление реки принесло немало проблем. Во-первых, аграрии уже практически не могут использовать воду из кирпелей для полива посадок. Во-вторых, рыба уплывает в более глубокие водоемы. Улетают и водоплавающие птицы. В охотничьем хозяйстве тоже. В течение 7-8 лет утки в разы стало меньше в нашем районе. В-третьих, кирпели – излюбленное место отдыха станичников и тренировок юных спортсменов-байдарочников. Сейчас глубины едва хватает для полноценных занятий. В Министерстве природных ресурсов края говорят, что такая проблема сейчас не только в станице Роговской. Обмеление рек идет по всей Кубани. Но особенно остро этот вопрос стоит именно в Тимошевском районе. Пока проходят комиссии, рассматривают заявки, беречь природу малой родины должен каждый ее житель. Необходимо человеку самому задуматься, что ждет его детей, если у него будет продолжаться такое отношение к природе, как сейчас. Жители станицы Роговской согласны беречь природу и надеются, что с помощью государства река Кирпели, как раньше, станет широкой и полноводной. Иван Алексеенко, Денис Горбунов, Кубань-24, Тимошевский район. Экипаж советского бомбардировщика увековечили в граните в Абинске. Трое жителей города на свои средства установили мемориал героям Великой Отечественной. В январе 1943-го Алексей Карелин, Александр Фенин, Лев Меломед и Иван Дедович выполняли боевое задание. На обратном пути из-за несчастного случая они погибли. Больше полувека за могилой лишь изредка следили местные энтузиасты. Теперь же, по словам создателей, памятная плита может простоять десятки лет. О непростой судьбе героев при жизни и после смерти наш сюжет. В январе 1943-го года советские войска готовились к прорыву голубой линии оборонительного рубежа фашистских войск. Чтобы ослабить силы врага, сюда в Абинск были направлены три бомбардировщика для удара по железнодорожной станции. Операция прошла успешно, но вот беда. В ведущей машине взорвался зенитный снаряд. Самолет рухнул вот сюда, на пересечении современных улиц Молодарского и Свободы. Весь экипаж, четыре человека погибли. Летчики были захоронены там, где был взбит самолет. Их хозяйка дома, возле которого они погибли, похоронила у себя. И в 70-х годах их перезахоронили уже останки здесь. И уже здесь установили мемориал. Это место было как-то обозначено? Сюда ходили люди? Нет. Вот была калитка. Она постоянно была на замке. Как-то здесь непроходное место. По времени заняла где-то полтора месяца вся работа. Потому что фотографии были очень сложные. Приходилось... Долго очень пришлось их обрабатывать. Ну, художник очень хорошо постарался. Я правильно понимаю, что вот эти фотографии, это действительно реальные? Да. Это настоящие фотографии. Они хранятся в музее. Мы их переснимали. Вот. И художник уже наводил это все на камень. Когда мы делали экспозицию, то мы приглашали людей. Вот когда делается экспозиция, то всегда приглашаются люди, которые знают это или помнят. И в том числе, в числе других ветеранов войны и жителей Абинска приглашалась. И Анна Васильевна Чернинченко рассказывала о том, как все это происходило. И что они были торжественно перезахоронены. И она была свидетелем этого же события, когда этот самолет упал. Из воспоминаний Анны Чернинченко. Бомбардировщик пролетел улицу Володарского и упал возле дома номер 38, не долетев до следующего дома 10 метров. В этом доме жила семья всего. 8 человек до плюс 4 летчика. И всего 12 человек было бы жертв. Но только летчики сгорели. Мама побежала к самолету, и мы с Сашей поборов в страх побежали. У самолета собрались сотни людей. Когда мы, дети, подбежали к самолету, то увидели, что эти летчики обгоревшие черные. Это как бы не единственное событие в годы войны. И у нас здесь мы 7 месяцев, почти 8, держали оборону. Здесь были тяжелейшие бои. И здесь тысячи, тысячи погибших солдат. И поисковая организация у нас. Мы в течение 15 лет работали. И работают по-прежнему наши корни. Об этом необходимо помнить. Об этом необходимо говорить молодому поколению. О войне не надо помнить каждый день. Но помнить надо. Вы смотрите «Вечерние факты». И мы продолжаем рассказывать о главных событиях этого дня. Стоимость льготного проездного на Кубани в ближайшие два года индексироваться не будет. С сегодняшнего дня пенсионерам, ветеранам и инвалидам придется отдать за абонемент на проезд в автобусе 340 рублей. А в трамвае и троллейбусе по 430. Такое решение приняли депутаты законодательного собрания края. Напомню, в последние пять лет цена не повышалась. В то время, как стоимость билетов выросла с 17 до 28 рублей. Из-за этого 70% стоимости льготного проездного приходилось возмещать из регионального бюджета. Хотя по закону платить за него гражданин и государство должны пополам. После индексирования краевые средства будут компенсироваться почти 58%. Сегодня по-хорошему, по той же самой формуле, если посчитать стоимость льготного билета, он должен стоить 560 рублей. Краевые власти приняли решение максимально сдемпфировать эту индексацию и повысили стоимость всего-навсего на 90 рублей вместо 220. Сейчас льготными проездными, они, к слову, безлимитные, пользуются 130 тысяч кубанцев. Эта мера соцподдержки действует в крае исключительно за счет региональной казны. В половине субъектов страны таких билетов никогда не было. Добавлю, сейчас на Кубани проводят модернизацию всей сети общественного транспорта. В Краснодар до 2021 года привезут 90 новых трамвайных вагонов. В сегодняшний день принес новшества. Для всей России касаются они разных сфер. Самые обсуждаемые сейчас это транспорт и интернет. Начнут с всемирной паутины. С 1 ноября операторов, которые предоставляют услуги связи, обязали переходить на российскую доменную систему. Это не значит, что выход в сеть запретят. Скорее, это мера безопасности для нашего онлайн-пространства. Также с 1 ноября водителям начнут выдавать электронные ПТС. В новом документе от 90 до 150 полей. Тогда как в бумажном варианте всего 21. Срочно сдавать старый ПТС не обязательно. Нововведение в первую очередь касается тех, кто только покупает авто. Кстати, электронные паспорта, транспортных средств работают в Европе с 2016 года. И еще одно изменение, которое коснется водителей. В автобусах и грузовых машинах, масса которых выше 3,5 тонн, должны быть тахографы. Напомню, что такие технические средства контролируют весь путь движения авто и работу самого водителя. Приобрести тахограф необходимо как можно скорее, иначе оштрафуют. Сумма наказания от 1 до 3 тысяч рублей для физических лиц, а для организации от 20 до 50 тысяч рублей. И к другим темам переходим. Туризм, спорт и инвестиции. Инвестиции и точки роста в этих сферах искали участники экономического форума регионов России. Он завершился сегодня в Сочи. Его организовали администрация Краснодарского края и курорт «Роза Хутор» при официальной поддержке Минэкономразвития, Минпромторга страны, а также Ростуризма. На дискуссиях и семинарах обсуждали самые актуальные темы. Подробнее расскажет Яна Кулешова. Объединить усилия бизнеса и власти, чтобы развивать спорт и туризм, привлечь в эти сферы инвестиций и эффективно использовать наследие крупных соревнований. Таковы задачи экономического форума регионов России. Примеры успешного государственно-частного партнерства уже есть. Это зимние игры 2014 года. После Олимпиады «Роза Хутор» стал популярнейшим круглогодичным курортом и точкой притяжения гостей со всего мира. Лыжи сноуборда отлично привлекают внимание к Сочи. Люди приезжают сюда и туризмом в том числе заниматься. Летом мы катались на байках по горам. Это было очень классно, прикольно. Мы ходили по этим горам, по каким-то местам интересным. Ну да, спорт привлекает к туризму, внимание однозначно. Проходит в горном кластере множество спортивных событий. Одно из наиболее крупных фестивалей бега «Айрон Стар Роза Ран». В этом году соревнования собрали порядка 3000 человек. Это не считая болельщиков. Из них 5% сочинцев, остальные приехали из 20 стран. В среднем каждый участник на поездку потратил почти 45 тысяч рублей. Любое спортивное событие, оно привозит людей. Как правило, это 70% новички. Новички, например, которые никогда не были в Казани, в Сочи, они тянутся как раз за организаторами событий. У многих из них еще очень высокий коэффициент возвратности. Больше 30% людей после спортивных мероприятий приезжают в курортные районы. Специалисты-партнеры курорта поделились с участниками своим опытом, а заодно и планами на будущее. В следующем году формат бегового фестиваля расширится. Появятся танцевальные мастер-классы, программа для вегетарианцев. За несколько лет здесь создали серьезную инфраструктуру для фитнеса. Ее планируют максимально задействовать уже летом. Летом у нас в планах проведение крупного фитнес-фестиваля. Это новинка для индустрии России. И мы хотим максимально интегрировать фестиваль в туристическую инфраструктуру курорта. Ну и в планах у нас еще одно большое соревнование международного формата. Первый экономический форум «Точка роста. Туризм. Спорт. Инвестиции» собрал более 300 участников со всей России. Спикерами стали 80 экспертов. А в деловую программу вошли лучшие практики спортивной и туристической отраслей. Яна Кулешова, Сергей Щербин, Кубань, 24, Сочи. Кубань занимает шестое место в России по потреблению лапши быстрого приготовления. Такое исследование опубликовал крупнейший оператор фискальных данных. Его специалисты проанализировали чеки и пришли к выводу, что только с июня по октябрь этого года жители края купили более миллиона упаковок лапши быстрого приготовления. В лидерах продукт со вкусом говядины, на втором месте с курицей. Из чего делают продукты и какое влияние он оказывает на организм, выяснила Анастасия Маркова. Дешево, быстро и удобно. Эти три факта и определили выбор блюда на обед менеджера строительной компании. Не выходя из офиса, Роман Макропула получил горячее блюдо, просто добавив воды в коробочку с лапшой. Это сегодня фастфуд для молодого человека лишь способ сэкономить время. А несколько лет назад такая быстрая и дешевая еда спасла семью Романа от голода. В 1998 году я с родителями жил в республике Саха-Якутия. После обывала рубля прекратились поставки продовольствия в республику. И из еды у нас там осталась мука, рыба и лапша быстрого приготовления. Если мука и рыба закончились быстро, лапша нас спасала в течение всего зимнего периода. Куриное с говядиной, грибами и морепродуктами. Полки в магазинах ломятся от предложений. Простота в приготовлении и доступная цена главные козыри такой лапши. Пройти мимо прилавка и не захватить коробочку хотя бы на всякий случай – та еще задача. Иногда просто надо быстро на работу. Борща нет. Мы его раз это самое заварили и кушаем. Ем только если захочется, но стараюсь вообще не пытаться правильно. Я пытаюсь стараться, не получается. Такой горячий обед или ужин жителям Краснодара обойдется минимум в 7 рублей, максимум 50. Выгодно. Но ни говядины, ни курицы, конечно, в пачке не будет. Вместо этого добавки – ароматизаторы, стабилизаторы и усилители вкуса. Да и саму лапшу делают из дешевого промышленного крахмала. Это может влиять на наше восприятие вкусовых параметров из других продуктов питания. Это может влиять на перевозбуждение нервной системы. Это может вызывать различные заболевания желудочно-кишечного тракта. Совсем отказываться от лапши не обязательно. У любителей азиатской кухни есть альтернатива в виде гречневой собы, рисовой фунчозы или рамена. Именно он в последнее время стал одним из популярных блюд фастфуда у кубанцев. Только в этом заведении всего за две недели продали более тысячи порций этого супа. Покупают его и студенты, и офисные работники. Он приходит в обед, приводит коллег сюда своих, обедает. И приходит вечером уже с другими людьми, со своими друзьями, и здесь проводит вечер. Для классического рамена, который готовят в Японии, лапша быстрого приготовления не подойдет, она раскиснет. Поэтому основу повара делают сами из трех видов муки. Плюс мы добавляем еще сюда некоторые индигренты, которые делают ее вот таким эластичным, чтобы когда мы заливаем горячий бульон, чтобы наша лапша не превращалась в вермышели, не становилась такой, как дома. На специальном аппарате тесто раскатывают и нарезают. В суп лапша попадет уже в сваренном виде. В поисках идеального рецепта рамена Олег Сычев объездил всю Азию, перепробовал десятки супов и выбрал наиболее подходящий для русского потребителя. В меру острый, сытный и, главное, доступный по цене. В завершении в блюдо добавляют курицу, яйцо, кунжутное семя и зеленый лук. Секрет в самом бульоне, который мы варим 8 часов, конечно же, с добавками, которые мы добавляем. Некоторые продукты не достать у нас с края, их приходится заказывать из Москвы и дальше. По восточному этикету рамен едят только хащами, деревянными палочками. Использовать вилки и ножи, чтобы резать лапшу, непозволительно. Еще одна ошибка – накручивать лапшу в ложки, как это делают итальянцы. Идеальный вариант – просто втягивать продукт в рот. Так лапша успевает остыть, при этом важно есть как можно громче. Звонкий звук для повара – лучший комплимент. Ой, щедес, сказал бы японец, что означает «вкусно». Анастасия Маркова, Игорь Звинаревский, Михаил Полищук, Кубань-24, Краснодар. Вы смотрите «Вечерние факты». Спасибо, что остаетесь с нами. Программу «Ода народу» телеканала «Кубань-24» признали лучшей в окружном этапе конкурса «Смиротворец». Сегодня авторов самых интересных проектов награждали в Ростове-на-Дону. Туда съехались журналисты со всей страны. Наш коллега Игорь Зорин стал первым в номинации телевидения. Он представил программу «Ода народу», посвященную грузинам и украинцам, которые живут на Кубани. Жюри оценило рассказы о том, как разные этносы попали на эту землю и почему считают нашу страну своей родиной. И вот что сказал после торжественной части сам Игорь. Я чувствую себя украинцем, живу в России и могу себе позволить носить носки с хитками. Вот это украинский, а вот это кубанский. Почему? Ну, в украинском борще побольше свеклы, а в кубанском ее, наверное, и поменьше. Добавлю, что «Смиротворец» – это всероссийский конкурс на лучшее освещение межнациональных и этнических отношений. Его провели уже 11 раз. В этом году в шорт-лист вошли 72 работы из 35 СМИ. Финал состязания пройдет в Москве. Увидеть и даже самим создать театрализованный реквизит, поучаствовать в живописном мастер-классе от известного художника Алексея Поршкова или посмотреть новую постановку Лермонтовского маскарада в театре драмы. Все это можно будет сделать в воскресенье. На Кубани пройдет всероссийская акция «Ночь искусств-2019». Стартует она в 7 часов вечера и продлится до 23.00. Как провести воскресный вечер с пользой в Краснодаре? Расскажем подробно. Пусть прохладная погода вас не пугает. В театрах и музеях отогреют живописью, спектаклями и мастер-классами. Но сначала предупрежу. Попасть на премьерные и все постановки, которые стоят в афише, можно только по купленному заранее билету. Все остальное бесплатно. В историко-археологическом музее имени Фелицина покажут, как создают шедевры. Мастер-класс для будущих живописцев даст заслуженный художник Алексей Поршков. А после актеры инклюзивного театра «Лестница» сыграют спектакль «Повелитель игр». В краевом выставочном зале изобразительных искусств расскажут о творчестве народов мира в интерактивной форме и дадут пару уроков по лепке из глины. Там же все желающие видят полотна Творческого союза художников Кубани. Художественный музей Ибельника Валенко поможет сравнить разные эпохи и веяния в искусстве. Здесь работают выставки современных авторов Александра Кокса и Дмитрия Коченовича. И постоянная экспозиция русское искусство 16-го начала 20-х веков. А если захочется сделать что-то своими руками, вас ждет мастер-класс по традиционной вепской кукле. В музыкальном театре вовсю импровизируют музыканты из России и Италии. Там сейчас в разгаре международный фестиваль «Джи-Джи-Джаз». Но не им единым цена «Ночь искусств». Квест «Театральный поиск», встреча с актерами и фрагменты спектакля «Мистер Икс» и «Царская невеста», которые актеры разыграют прямо перед вами. В театре драмы имени Горького сначала покажут, как создать бутафорию для спектакля, затем научат сценической речи и обсудят премьерный спектакль «Маскарад». Актеры прочтут повесть «Пиковая дама» и сказку «Конек-горбунок». И, конечно, откроют занавес в закулисье. Исторический парк «Россия. Моя история» в этом году тоже присоединился к «Ночи искусств». Здесь будет работать мастерская народных ремесел и несколько интерактивных выставок. Рюриковичи, Романовы и о Великой Победе. Покажут и художественный фильм «1612». И это далеко не все ночная экскурсия по органному залу и выставка костюмов артистов кубанского казачьего хора. Кстати, в этом году в коллективе отмечают 45 лет творческой деятельности его руководителя Виктора Захарченко. Пусть эта ночь, а точнее вечер, будет насыщен культурными событиями. Сражение за Черное море. Финал детского экологического турнира «Самое синее в мире» прошел в Краснодаре. Участники со всей страны состязались, кто лучше знает историю, географию, флору и фауну Черного моря. Мне интересен этот конкурс тем, что действительно узнаешь очень много нового о Черном море. И каждый год это новые вопросы, новые знания. Эрудицию детей оценивали эксперты русского географического общества. Генеральным партнером проекта выступил Краснодарский нефтеперерабатывающий завод «Краснодар-эко-нефть». Краснодарский нефтеперерабатывающий завод уже третий год подряд поддерживает данный экологический турнир. Мероприятие просто отличное. Ребята в тяжелой конкурентной борьбе показывают отличные знания, справляются с поставленными задачами. Я уверен, что именно с таким подрастающим поколением будущее нашей планеты будет в надежных руках. Краснодарский НПЗ является нашим одним из таких стратегических партнеров. На протяжении последних двух-трех лет они стали генеральным партнером этого конкурса. Ну а также мы проводим и другие мероприятия, как закладка аллеи, скверов новых, как проведение выставок о природе Кавказа и Краснодарского края, как много-много других таких интересных просветительских, экологических, природоохранных мероприятий, которые в последние годы мы проводим вместе. Второе и третье место, а также путешествие по Золотому кольцу Баспортского царства, досталось командам Новороссийского морского технического колледжа и Центра творческого развития и гуманитарного образования Сочи, а победителями юбилейного конкурса стали ребята из Краснодарской гимназии номер 69. Следующим летом они проведут пять дней в Центре морских технологий. И в финале. Сегодня Кубань вместе со всей Россией написала большой этнографический диктант. В этом году в нем приняли участие жители всех 85 регионов. Масштабная акция проходит уже третий раз. 30 вопросов и 45 минут на ответы. Татьяна Троян о том, сложный ли оказался тест о народах и их традициях. Только на этой площадке в Центре национальных культур желающих узнать, на что они способны, полный зал. Русские, адыги, казахи, греки, украинцы и многие пришли в национальных костюмах и знания проверить и себя показать. Я хожу в греческое общество «Понтас» и нам об этом сообщают. Предложили поучаствовать. Мы с радостью согласились. Очень много эмоций. Мне очень интересно узнать. Вообще, в принципе, если я вдруг что-то не знаю про другие национальности, мне очень интересно узнать подробнее. На Кубани, где проживают люди 124 национальностей, этнографический диктант писали на 93 площадках. Их стало на 23 больше, чем в прошлом году. Организаторы отмечают, интерес к теме национальных культур растет постоянно. Все больше людей хотят разбираться в этнических особенностях народов соседей. Много представителей краевых национально-культурных объединений. Они считают, что этот день для них как праздник. Потому что это день, когда они показывают, рассказывают о своей культуре и в то же время имеют возможность узнать качество своих знаний. Есть и те, для кого этнографический диктант не в диковинку. Опытные мастера признают, вопросы сложные. Особенно 10 последних региональных, специфичных для каждого субъекта. Я вот в прошлом году, когда написал диктант, и потом нам дали ответы правильные, я был поражен тем, насколько я плохо знаю. Значит, я рад, если бы мне на тройку вышло. Всю культуру, все тонкости этих народов там мы ведь не знаем. Добровольно экзаменуемых ждали 30 тестовых вопросов. В основном они касались политики, особенностей народов, их традиций, языков и культуры в разных регионах страны. Правильные ответы будут опубликованы 10 ноября, а 12 декабря каждый участник узнает свой личный результат. Татьяна Троян, Иван Алексеенко и Михаил Буеправ. Кубань, 24, Краснодар. Это все новости на сегодня. Мои коллеги уже готовы рассказать о погоде на завтра. Желаю вам хорошего вечера, отличных выходных. Увидимся! Добрый вечер! Сегодня день гадания на кофейной гуще. Ведь нам ничего с вами не остается, как только гадать и предполагать, когда же уже холод оставит нас в покое. Вот вроде все налаживается, облака проясняются, но тут подует холодный северный ветер и вновь холодно просто невыносимо. Но еще есть надежда, что за выходные ситуация с погодой изменится в лучшую сторону. По данным гидромедцентра, в формировании погоды на Кубани вмешается антициклон с севера. Сопровождаемый холодными воздушными массами, он будет рассеивать облака и в большинстве районов прекратит осадки. Пока они будут возможны лишь на юге региона. Температура воздуха в среднем от плюс пяти до плюс семи. Ветер северо-восточный, атмосферное давление будет слабо падать и составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. Ночной температурный фон будет в диапазоне от минус двух до плюс пяти. Также в ночное время могут быть заморозки. Теперь давайте посмотрим на карту и узнаем дневные температуры. Тихорец, Кропоткин, Армавир плюс пять, плюс шесть. В Майкопе плюс пять, в Отрадной плюс пять, в Мостовском плюс пять, в Обширонске плюс пять. Вот средняя температура по всему нашему краю. Двигаемся дальше. Север, центр, запад. Есть Кущевская, Приморская, Ахтарск от плюс трех до плюс пяти. В Тимошевске плюс шесть, в Темрюк плюс четыре, в Крымске плюс пять, также без осадков. Черноморское побережье, Сочи, Туапсе, Геленджик, Новороссийск. Плюс 13 в Сочи, в Туапсе плюс одиннадцать, в Геленджике плюс девять и в Новороссийске плюс семь. И на Черноморском побережье возможны кратковременные осадки. Далее рубрика «Погода на заказ». Спасибо вам за ваши поздравления и приветы. Сотрудники ПИНАФТа поздравляют с юбилеем свою коллегу Волкову Ольгу Геннадьевну. Желают ей крепкого здоровья и благополучия. Александр Петрович и Лариса Петровна Гречко отмечают сегодня изумрудную свадьбу, 55 лет совместной жизни. За плечами более полувека любви и понимания. Дети, внуки и маленькая внучка Викуся от всей души поздравляют дорогих юбиляров с этим замечательным праздником. Желают им крепкого здоровья, долголетия, любви и внимания близких, душевного тепла, семейного благополучия. Будьте счастливы, говорят вам ваши родные и близкие. Живите долго и радостно. Оба поздравления для жителей города Краснодар. В Краснодаре утром до плюс одного, днем до плюс семи и вечером плюс два. В ночное время возможны заморозки. Осадков не ожидается, ветер северо-восточного направления 9 метров в секунду и давление чуть-чуть выше нормы. Жительница аула Малая Псиушха передает привет своей любимой маме Антонине и своему сыну Тамерлану. Желают им крепкого здоровья и тепла. И мы с удовольствием передаем прогноз погоды для этой замечательной семьи. Утром плюс один, днем плюс семь и вечером минус два, ноль возможны заморозки. Осадков не ожидается, ветер северо-восточного восточного направления 7 метров в секунду, это максимальный показатель в утренние часы и давление чуть-чуть ниже нормы. Данильченко Олега с днем рождения поздравляет супруга и дети. Рука в руке, идем по жизни. Судьба бывает так капризна. Но ты мой муж, отец детей и с каждым годом все сильнее. Мы поздравляем с днем рождения, желаем правильных решений, побед внезапных озарений, ценят любви прикосновения и заказывают персональный прогноз погоды. Утром минус два, ноль, днем плюс два, вечером плюс один. В селе Благодарное. Осадков не ожидается. Ветер восточного направления 6 метров в секунду максимальный показатель и давление значительно ниже нормы. На этом у меня о погоде все. И помните, никогда не забывайте наслаждаться хорошей погодой. А продолжает наш эфир «Спортивные факты». До скорого!